Сразу обращаем внимание на зубы. Показывай прикус. Прикуса нету, брекет еще не носила, перекос челюсти. Расслабься. Вот. Горбатица, кифоз. Но это я уже вчера выровнял. Видите? Вчера было лечение, мы ее выровняли. Роды у мамы были обыкновенные, никаких патологий не было, никакого сложнения не было. Значит, с чего надо начинать лечение? Сейчас просто покажу. У нее смещен атлант, но он чуть-чуть, вот здесь больно, да, слева. Вот видите, поднимают руку, ей больно. А справа? Справа нет, слева больно. Очень напряженная лестничная передняя мышца. Ближе к нам подходи, просто вплотную и будешь показывать мои пальцы. Ну почему? Играет на гитаре долго, плюс уроки. Ты когда играешь на гитаре, у тебя плечико поджато вверх. Да, видишь? И напрягается из-за этого мышца. Тебе надо найти позу, как-то ногу подставить, чтобы плечо было опущено, понимаешь? Иначе это будет постоянно проблема. Ну сейчас ее будем лечить. Вчера массаж делали, УВТ. Теперь ложись на живот. Значит, ноги, ноги, иди сюда. Показывай ноги. Разные длины ноги, видны и по пяткам, вот отсюда встань. По носкам. По носкам и по пяткам видно. Вот я одинаково их потягу, видно? У Лизы ровные ноги, идеальные. Теперь сюда иди. Ставлю на гребне подвздошной кости. Видишь, пальцы на разном уровне. Правый выше. Перекос таза идет. Я когда ей вчера делал скрутку за ногу, помнишь, как хрустело? Конкретно. Рот открывай. Пальпирую здесь. Не больно? Ага. Но здесь я не болела. На другую. Тут. Больно. Все, так и лежи. Теперь смотрите, что с позвоночником. Это вчера мы ее уже травили. Все ребра, все реберно-позвоночные сочленения, практически все, а не в функциональном блоке. Простай, простай. Хруст. Маша, тихо. Хруст. Хруст. Тихо, тихо. Хруст. Вообще здесь капец. Все прохрустело. На меня. Можно еще добиться хрустов, но сильнее давить не надо, потому что вчера была правка, и детям каждый день не рекомендуется делать. Это сегодня просто пробный вариант. Она выдержит, она спортсменка. Но тут стоит вопрос, с чего сейчас начинать лечить. Атлант править, зубы или ровнять ноги, понимаете? И вот многие врачи не знают, чего начинать лечить, и поэтому ничего не получается. И я сейчас хочу объяснить родителям, как же узнать, чего начинать лечить. То есть, что первое, что первопричина. Вроде роды были нормальные, вроде это не родовая травма. Просто перекос, жизненный перекос за уроками, за игрой в гитаре. Вот она так сидит. Естественно, голова на бок, смещается атлант, ротируется и спазмируется мышца. Для того, чтобы определить, надо перевернуть на спинку. Переворачивайся. И посмотреть, связан ли неправильный привкус и проблема в НЧС. А проблема есть. Мы вчера просто определили. Сейчас я покажу родителям, как очень легко определить в НЧС. Баба Галя, выключите вы мультики хоть. Дети, выключите. Лиза, выключи. Смотрите, родители, на меня. Очень легко определять. Берете два указательных пальца. Засовываете ребенку в уши. Не сильно. Вот. И ребенок медленно открывает рот. Медленно. Вот. А. И говорит, где больно? Больно в этом. В этом суставе. Теперь вот сам в НЧС. Побаливает болезненно? Теперь здесь. Нет. То есть, вот этот сустав болезненный. Смотрите, открывай, закрывай. А. Все. То есть, проблема здесь дисфункция. Но. Теперь. Смотрите. У нее набор. Ротация Атланта. Дисфункция левого в НЧС. Значит, напряженная мышца. Разные длины ноги. И перекос бедер. С чего начинать лечить? Вот даже мне с моим опытом. Я вот. Вот я сейчас не знаю. Потому что я вчера не тестировал. Я вчера просто делал массаж. Иммунальную терапию. И чуть-чуть вытягивал тракцию. Вот я сейчас даже для себя. Это моя племянница. Моя крючка. Я не знаю, что делать. Вот сейчас я буду вместе с вами решать. С чего начинать? Зубы у нас связаны по цепочке с ногами. И нам надо определить, что в первую очередь, первично, ноги и зубы. Посмотри, как ноги лежат. Видишь, вот это ровно, а это чуть сюда. Видишь, сюда закинуто. А это ровно. Значит, у нее что? Спазм грушевидной мышцы еще есть. Еще один диагноз нашли. Перепроверяем. Ложись на живот. Если ноги у детей, когда они лежат на спине, стоят ровно, одинаково, синхронно, это хорошо. Если одна увалилась, а драга ровно, значит, спазмирована там мышца, где увалилась. Только что у нее был завал правой ноги, да? Правая. Проверяем. Вот здесь находится седалищный нерв. Видите, что она сама защищается. Здесь проверяем. Сама защищается. Пойдем на мобильник, а вот здесь. Смотрите. Ложись на спину. Быстро переворачивайся. Ноги показывай. А ты ляжь, расслабься. Смотрите, заваливаются. Это более ровно, это заваливается. Еще нашли один диагноз. Спазмирована грушевидная мышца. Но там и перекос таза был. Помните? Вот правая часть по вздошной кости была выше. Естественно, она постоянно натягивает грушевидную мышцу. Перекос таза. И мы вообще потерялись. Что нам надо начать? Что? Грушевидку делать, ноги. В общем, смотрите, как я буду определять. Показывай привкус. Лежа. Открывай. Просто зубы губы убирай. Видите, привкуса нету. Правильно. И резцы не сходятся. Вот щель вот здесь. Нижних. И у меня руки чистые. Только мыл. Вот. Обрабатывал. И перекос в саму челюсть у нее. Открой. Открою рот. Не больно так? А-а. Вот. Теперь проверим, как у нее с мышцами ног. Всегда надо проверить ахиллова сухожилия. Болезненно? Это там. Раз. Левая. Да. Да? Да. Ясно. Это нога болезненная. Смотрите, ахиллова сухожилия какое? Левая. Какой сустав? Левый. Левый в НЧС болит. Это болит? Нет, это не болит. Это сустав болит? Нет. Запоминайте связь. Я пока не делаю никаких ранок. Дальше. Давайте посмотрим, как отводится нога в сторону. Ручки сюда. Вот эту ножку. Просто ты расслабься. Отводим до тех пор, пока эта нога не пойдет. Опа. Стала выворачиваться. Выровняй ногу. Угол. Запомни угол на видео. Видишь, как отводится? Все. Дальше уже начинает выворачивать бедра. Ровно голову. Ровно голову. Эту отводим. Это лучше отмелось. Это лучше отмелось. Явно, да? Лучше. Значит, смотрите. Теперь нам надо проверить, связана ли у нас проблема с челюстью с ногами или ноги с челюстью. Мы массируем массеттерой. Сейчас я немного промассирую. Ближе подходи. Всегда подходи близко. Потому что у меня нет микрофона. Не, меня снимай сейчас. У меня нет микрофона, и люди потом жалуются, что не слышно. А массеттер у нее болит правый больше. Правда? Массеттер правый. И не отводится правая нога. Массеттеры связаны вот с этим отведением ноги. Вот он. Вот он болит. Открой рот. Открой рот. И крыловидную мышцу. Руки. Открывай. Больно. Да. Расслабь, расслабь, расслабь. Сейчас я буду ОВТ. Маленькая насадка обрабатывать эти два сустава. В НЧС. Терпи, терпи. Выдыхай. Дыши, дыши, дыши. Больно, больно, больно. Намучили. Все, лежи ровненько. Ровно лежи. Теперь смотрим, как отводится нога. Расслабься. Добавилось. Да? Лучше стало? Вот. Но это я даже минуты не примассировал. Смотрите, имери меня сразу. Покажи. У нее проблемы есть с мышцами. То есть, возможно, она еду жует на правую сторону. Да? Да. Потому что у меня здесь иногда бабки бывают. Вот. Она всю еду жует правой стороной. Напрягает массетер. Вот. А массетер связан с мышцами, приводящими мышцы ноги. Вот. Что получается? У нее спаз по правой стороне пошел. Грушевитка спазмирована. И нога выворачивалась в сторону. Значит, еду перекиду сюда. Или жувачку жует на эту сторону. Равномерно. Поела на эту. Жувачку пожевала в общем. И минут 10 пожевала на вот эту сторону, на левую. И массаж будешь делать. Но у нее, помните, еще тут спазм был. А лестничные мышцы очень хорошо связаны с подчелюстными. Меньше болит уже. Открывай рот. Вот там крыловидная. Внутри. Вот. Внутренняя крыловидная связка. Ой. Больно. Опять проверяем ножку. Сейчас должно быть лучше еще. О! Видно? То есть будешь каждый вечер сама себе массировать. То есть мы примерно намечаем уже тактику лечения. С чего? Значит, ты сама себе можешь массировать. Жувачку можешь на этой стороне жевать. На вот этой. Чтобы одновременно. А эту массируй. То есть это те вещи, которые не надо делать у врача в больнице. Ребенку объяснили, как с гитарой сидеть. Как жевать. Как массировать. Может, может. А теперь ножки. Посмотри, как лежат. Ноги стали ровными. Только что как было на видео? Вот так. А? Ровные. А теперь ложись на живот. Ложись на живот. А теперь маленький момент. Я не работал с грушевиткой. Она у нее болела. Помнишь? Правая. Показывай сюда. Вот эта болела. Да. Меньше чуть-чуть. Меньше. Это. Проверяем. А почему меньше? Потому что мы проработали челюсть. Значит, у нас в данном случае челюсть первично над ногами. У нее перекос челюсти. Значит, родителям им звоним. Я звоню брату и говорю, чтобы срочно носили брекеты и актуатор ровняли прикус. Это я объясняю. Это будет второй этап лечения. Понимаете? Первый. Она меняет позу за гитарой. Второй этап. Массируешь правую сторону массетера. Правую. Живешь жвачку на левую. Дальше. Смотрим, как у нас грушевидная мышца работает. И нет ли блока здесь. Для того, чтобы определить блок в этом суставе, надо положить ножку здесь. Вот видно, вот тут должна лечь. Сними вот так вот отсюда. Вот. Вот тут гуляет. А в идеале он должен лечь. И я давлю. И растягиваю грушевидку. Заодно. Как? Ну, вообще меньше. Уже, смотрите, руки не хватает. Ложись на спину. Ложись на спину. И обязательно надо лечь. Ровненько легла на спину. Ручки положила вдоль. Вдоль. Отвлекаем, отвлекаем. А теперь на ноги. На ноги, на ноги. Смотри. Ровные, видишь? Перепроверил. Вообще. Ровные. До этого на видео можете назад вернуться. То есть, смотрите, я показывал в видео, где я там локтем грушевидку массировал у женщины такой пышной. Не всегда так надо делать. Детей надо лечить по-другому. У детей вот эти связи, они вообще настолько узкие, настолько тонкие, что тут надо четко понимать. Это растущий организм. У них меняются еще кости. У них идет перестройка. Понимаете? Кости областов. У них мышцы, связки. Все это растет. Все подвижно. Дальше обязательно проверить вот здесь паховую связку. Вот. У деток обязательно проверять. Спазмира у нас с этой стороны. Да? А здесь нет. А теперь маленький фокус. Открывай рот. Рот открывай. Открывай, открывай, открывай. Понимаешь, с какой стороны у тебя болел Атлан, когда я шею трогал? Слева. Нет, шею когда трогал, стоя. Слева. Нет, когда я рот скрывала. Там на видео. Ты не помнишь, когда шею трогал? Нет, когда шею вот тут трогал. С какой стороны болела? Вот там. Слева болела. Слева болела. И челюсть была слева. А теперь. Открывай. Открывай рот. Открывай. Как правится у деток Атлант. Мы должны заклинить вот здесь челюсть. Есть такой вариант. Давай. Очень медленно закрывай. Очень медленно. А пальцами я держу Атлант. Медленно, медленно. Давай, давай, давай. Еще, еще. Чувствуешь, что челюсть началась сюда выталкивать? Чувствуешь мой палец? Да. Я держу Атлант. Поперечные троски. Открывай рот. Рот надо. Открывай. Хорошо. Вот. Зашел, пальцы поставил сюда, на крыловидные мышцы. И медленно, медленно. Что? Медленно, чтоб не прикусить. Потому медленно, да. Если быстро, ты прикусишь внутреннюю часть щеки. Медленно, сама. Давай, давай. Давай, давай. Закрывай, закрывай. Закрывай. Полностью забы. Смыкай, смыкай. Есть. Вот. Маленький фокус. Еще раз. Еще немного. Сейчас слева. Открывай. Да, да. Слева, слева. Давай, давай. Еще, еще. О, хорошо открыла рот. Закрывай. Терпи, ну, закрывай. Медленно. На меня. Видео, конечно, это... О, смотри, я ее закрыла быстро. Давай на нее быстро, смотри. Легче сейчас закрыла? Да? А теперь смотрите. Пальцы в уши так же само. Открывай, закрывай. Давай, давай. Ушла боль? Не болит. Нет, чуть-чуть болит, но уже не хватает. Чуть-чуть. Уже меньше. Но нету, то и острый. Не хватает. Уже меньше. Так надо сделать 10 раз. Вот. Давай еще открывай, закрывай. Все могут вернуться наперед на видео. Почему на видео? Надо снимать, посмотреть. Вот. Ну, и теперь сама коррекция Атланта. Расслабь. Где так легко это делается? Тут функциональный блок. Стойкий функциональный блок Атланта с левой стороны. Возможно, компенсаторный из-за позы, из-за того, что здесь напряженно. Вот. Из-за перекоса бедер. Тут уже причину копать очень долго. Прикладной кизиологии я мог бы найти. Но я бы потратил час найти причину. А этот час я потрачу на лечение. Я ее уже лечу по ходу и просто показываю вам. Дальше. Пальцы. Открывай рот. Смотрите. Закрывай. Давай-давай. Туда-сюда. Давай-давай. Уже можешь быстрее. Вот это и есть лечение уже. Давай-давай. Давай-давай. Полегче стало? Да. Все равно. Второй этап лечения. Бери пальцы. Вернее, третий. Твой первый. Первый. Игру. Второй. Массаж. Мышцы. Третью жвачку. Четвертый этап. Сама пальцевые уши. Ногти только срезай. И медленно рот туда-сюда. Открывай-закрывай. Вот так загоняй. Ногти. Ногти. Да, у тебя ногти. Когда срежешь, будешь делать. Вот сюда. Вот сюда. Под вот эту вот головку. Вот так вот? Нет. Палец вот туда. Вот так? Да. Открывай-закрывай. Ясно? Будешь дома сама делай. Мы видео сняли. Папа посмотрит. Папа объясни. Все. Сняли блок. Детей много шеи укрутить не надо. Мы делаем тракции, вытяжки. Следующий этап. Мы сейчас будем УВТ ей убирать. Это мы вчера намяли. Видите, как дергается. Массаж. Когда делал массаж, мышцы болят. Поэтому массаж детям нельзя каждый день сделать. Просто болит мышца, она не дает. Мы сейчас будем при помощи УВТ. А УВТ не дает натирание ткани и мышцы не болят, как после массажа. Привкус показывает. И видели в начале. Но это не лечение привкуса. То есть вот эти все проблемы с дисфункцией в НЧС и массеторами уйдут после того, когда она проносит брекеты. Когда она выровняет прикус, тогда будет вот так, как у Лизы. И не будет горба. Понимаешь? То есть здесь первично челюсть, ноги вторично. Помнишь, у тебя болел правый ахилл? Я его не массировал. Давай сейчас. Болит? Это тоже левый. Ну вот этот ахилл болел. Да. От меня правый, я правой рукой. Помнишь, болел он? Да. Болела челюсть и ахилл. Сейчас болит? Совсем чуть-чуть. Почти одинаково, да? Чуть-чуть. Ну, я ее не массирую, не лечу. Я больше объясняю, разговариваю, понимаете? Тут нужен хороший массаж массеторов. Раз по 10, по 20, по открыванию челюсти. И это можно не массировать, само уйдет. Теперь ложись на живот. Помните, был перекос бедер? Проверим. Ложись. И ноги были разной длины. И сюда. Перекос есть, но меньше. Хорошо. Еще грушевидка до конца не увеличена. Ложись на спину. На спину. Сейчас мы проверим силу вот этой грушевидной мышцы кинезологическим тестом. Мы должны знать, слабо она или нет. Смотри, я держу колено. Ты приводи вот сюда ногу, сопротивляйся мне. Я вот сюда тяну, а ты туда ногу. Да. Давай, давай. Держи, держи. Я на себя, а ты сопротивляйся. Давай, давай, держи. Не, не вниз. Вбок. Эту давай проверим. Так же самое. Ну, в принципе, сила одинаковая. Вот. Конечно, слабенькая, это слабее. Но это она слабее из-за того, что у нее есть маленький спар. Вот. Сейчас мы будем убирать грушевидку. Паховая здесь меньше стала болеть? А? Да. Это тоже можешь сама себе массировать. Вот. Покажи пенки с этой стороны. Одинаковая длина? У нее пальцы разной длины. Вот этот палец длиннее этого, сами пальцы. Смотри. Просто пальцы длинные. Разные длины еще. В разную обувь носишь? Садись ко мне спиной. А мы еще разные все. Ну да, правая нога чуть больше. Сама правая ступня больше. Просыпь. Проверяем функциональный блок Акланта. Справа и не было. Был слева. Просыпь. 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 Ничего не хрустит. На живот. Все, уже ничего не хрустит. Все на месте. Шея. Рот открывай. Помнишь тут как больно было? Ничего не хрустит. Вот. А теперь нам надо провернуть таз. У нее в тазу была проблема. Вот здесь. Вот здесь. Смотри. На разном уровне. Видишь? Мальцы стоят. Вот сейчас будет. Красавь. 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 Руку. Руку убрала. Красавь. Это я просто простягивал мышцы. Чувствовала как потянули, да, мышцы? Теперь в эту сторону. Бросай, бросай. Есть. Здесь прохрустил. Бабушка, вы запоминаете? Чтобы она за гитарой ровно следить, чтобы она жевала правильно. Она всю пищу кидает на правую сторону. У нее здесь мышца заспазмировала и перетянула челюсть в правую сторону. У нее челюсть не ровно, а вот сюда. Вот. Все. Смотри. Пальцы. На одном уровне. Ноги. Лучше. Отлично. На бочок ко мне лисунок. Здесь просто надо сделать мобилизацию такого. Слева здесь от мышцы. Здесь мобилизация такого. Потолок смотри. Потолок. Потолок. Тихо. Переворачивайся. Череж, переворачивайся. Тогда мы будем заремра делать. Вот тут две ручки. Потолок смотри. Прослабь, прослабь. Расслабь, чтобы я слышал. Красотик. О! Слышал? Оно само. Просто она расслабится. Ты напряглась. А когда ты расслабилась, видишь, оно пик. Да. И все, и ничего не больно. Ложись на живот, сейчас ее помну. Нет. Ты испугалась и напряглась. А тут сейчас ты уже знала, что видишь, я нахрусь, все на место без боли. Видишь? Пальцы на одном уровне. Больше. Вертикально снимай. На одном уровне все. Помассируй я чуть-чуть. Сейчас уже и пальцы почти одинаковые. Да? Видно? Пальцы по пальцам. Пальцы вообще почти одинаковые. Все. Теперь здесь просто помассируем. И сейчас проработаем. Вот у тебя тут спазм. Шикарный спазм из-за неправильной позы за игрой на гитаре. Ну, сейчас вот и проработаем эту зону. В принципе, все. Тут меньше боль. Перестало болеть слева. Вот атлант был. Функциональный блок атланты слева был. Перекос челюсти. То есть тут набор. Вот, в принципе, и все. Теперь нам ясно, что основу лечения мы должны начать. Первое, ну, я имею в виду у врачей. То есть то, что дома делать, я сказал. И так как она горбатится, на мячике кататься. Баб Галь. Я Павлику позвоню. Баскетбольный мячик или волейбольный. На спину ложишь и на нем катаешься, чтобы горб ровнять. А первый врач, у которого она должна быть, не ортопед, а именно ортодонт. Вот тут многие родители не знают, что начать. Или бежать стельки покупать, обувь ортопед или ортодонт. Вот в ее случае ортодонт. Выровняем челюсть, уйдут практически все проблемы. А с мышцами она дома сама позанимается. То есть то, что можно блоки поснимать, я поснимаю. Мышцу пролечим. Зубы ровнять, как Лизе. Вот и все. Можешь ходить красивая, как Лиза. Помнишь, Лиза ходила железками? Но у нее были еще дома, да, Наташа? Капа, Капа была. Мы там долго ее лечили. Мы три года лечили. Три года, да. Потому что у нее сложный случай. У нее легкий. Ты буквально за год все исправишь. Да, Лиза был сложный случай. Лиза сложный. Ну, в принципе, все. Можно выключать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Видео долго. А что сделаешь?